Перспективный эсминец ВМС США «Зумвольт» теряет невидимость. 25 февраля 2019 года военно-промышленный курьер перспективный эсминец ВМС США «Зумвольт» теряет невидимость. Американцы пытаются модернизировать плавающий утюг до уровня обычного корабля. Несостоявшаяся краса и гордость американского флота эсминец «Зумвольт» продолжает оставаться в порту приписки в Сандиево, на нем продолжаются работы, цель которых сделать возможной его эксплуатацию. Напомним, что кораблям этого проекта, которые позиционировались как оружие будущего и должны были стать прорывом в военно-морском деле, не повезло с самого начала. После того, как смета на их разработку и строительство превысила самые смелые футуристические прогнозы, программу, предполагающую первоначально строительство 32 единиц, несколько раз сокращали и сократили до трех кораблей. Но и с ними дело не заладилось. Оружие, под которое они проектировали с рельсотронной лазерной установки, так и не было создано, да и силовая установка «Зумвольта» не смогла бы его потянуть. 155 мм артиллерийская установка AGS, разработанная специально для кораблей этого типа и установленная на них, также оказалась неприемлема, поскольку предназначенный для нее управляемый снаряд стоит 800 тысяч долларов. Но и это не все. Необычный силуэт корабля, сделавший его похожим на речные мониторы времен Гражданской войны Севера и Юга и пагубно сказавшийся на его мореходности, обеспечивал ему, тем не менее, низкую радиолокационную видимость. Но теперь в ущерб стелс-характеристикам на корабле появилась открытая мачта и несколько новых антенн, поскольку со штатными «Зумвольт» был не только условно невидим, но и сам подслеповат. Также на эсминце штатные 57 мм орудия МК-110 были заменены двумя 30 мм пушками «Бушмастер», обладающими меньшей дальностью ведения огня, два морские мили вместо девяти, и тоже не имеющими в своей номенклатуре умных боеприпасов. Смысл этого шага не совсем ясен, ведь в отличие от AGS, МК-110 довольно широко применяется в ВМС США на других судах, а стоимость орудия и боеприпасов вовсе не запредельна. В результате такой замены боеспособность эсминца значительно снизилась. Отметим, что 30 мм «Бушмастер», ставшие главным калибром для «Зумвольта», широко применяются на военных катерах и кораблях небольшого тоннажа. В новой конфигурации остается не совсем ясная ниша применения этого эсминца. По данным ряда СМИ, эти эсминцы предполагают использовать как ракетоносцы для поддержки наземных операций. Таким образом, за 22,5 миллиарда долларов американские ВМС получили три плавающие платформы для запуска томогавков с низкой мореходностью, слабо защищенные от морских и воздушных атак. Система ПВО корабля также признана недостаточной. Для решения таких задач куда проще и дешевле было бы переоборудовать обычный сухогруз. Приходится констатировать, амбициозная программа по созданию эсминца будущего завершилась полным провалом, и командование ВМС просто не знает, что делать с тремя плавучими утюгами. Борис Дмитриев. Газета «Военно-промышленный курьер». 22 февраля 2019 года. Право на данный материал. Принадлежат военно-промышленный курьер. Материал размещен правообладателем. В открытом доступе.